Повестка дня включала в себя вопрос различных сфер деятельности Чистопольского муниципального района, в который входила стратегия социально-экономического развития района до 2030 года. Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Чистопольского муниципального района по экономическим вопросам Лейсан Кашапова подробнее рассказала о проделанной на данный момент работе. Основой для разработки прогнозных показателей послужили данные ведущих предприятий и организаций города и района. В текущем году в Чистопольском муниципальном районе по основным антроэкономическим показателям наблюдается стабильная положительная динамика. По итогам января-сентября текущего года по предварительным данным темп роста в ауле территориального продукта составил 101%. Основной заложение их прав вносит промышленность и сельское хозяйство. Оценивая экономическую ситуацию в ценах, ожидается, что объем в ауле территориального продукта в текущего года составил только 17 мегатор рублей, экономики 104%. В 2017-2019 годах рост экономики прогнозируется на уровне 106%. Это превышает средний республиканский динамик. Также особое внимание уделили инвестиционной активности в Чистопольском муниципальном районе. В районе отмечается рост инвестиционной активности в соответствии с аналогичным периодом прошлого года. В 2016-й год объем инвестиций оценивается в 3,6 млрд рублей, что почти на 97 млрд рублей, больше уровня мощного ввода, или 103%. В среднесрочном периоде темп роста инвестиций прогнозируется на уровне 105-108%. В прогнозном периоде доли взработанных в общей численности экономически активного населения не превысит одного потенка. В окончании заседания глава района вместе со всеми присутствующими поздравил с выходом на заслуженный отдых главного редактора газеты «Чистопольские известия» Ольгу Бандишоеву. Хорошая у вас горная работа, с вами была очень приятная. Жалко, что вы уходите. В следующий год я работала здесь, в нашей газете, посправляла ее, старалась сделать для нашего города и района все, что было моим силам, освещать все события, что происходило. Мы с вами, в тесно-канарте, со многими из вас работали легкие, все мы делали внимания, поддержка, содействие. Я всех мы разговариваю за нашу совместную работу. Большое вам спасибо. На пенсию. На пенсию, да? На пенсию.